Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Смотрите сегодня выпуски. Вопросы разные требуют решения. Сегодня спикер парламента Александр Иванов провел прием граждан в приемной Единой России. Он посвятил школе более 40 лет. Вауле Малый Зеленчук открыли мемориальную доску заслуженного учителя Карачева-Черкесии Али Тамову. Давай вступай! Сегодня Карачева-Черкесия присоединилась ко всероссийскому марафону донорства костного мозга и крови. Сообщи, где торгуют смертью. Сотрудники управления наркоконтроля провели профилактическое мероприятие для учащихся гимназии номер 13 Черкеска. Глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в заседании Межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в СКФО, которое в режиме видеоконференции провел полупред Юрий Чайко. Он подчеркнул, что за последние два года достигнуты серьезные положительные результаты совместной работы аппарата полупреда с руководством Минтруда и Роструда и регионами округа. Результат совместной работы Межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений в Карачево-Черкесии наблюдается как в части увеличения легализованных работников, повышения налоговых поступлений в республиканский бюджет, так и в части снижения уровня безработицы, отметил Рашид Темрезов. Сегодня спикер парламента Карачево-Черкесии, руководитель регионального отделения политической партии «Единая Россия» Александр Иванов провел прием граждан. Жители республики обращаются с просьбой о показании содействия в решении наболевших вопросов, их оперативное решение. Каждое обращение поручают профильным ведомствам. Александр Иванов рекомендовал приложить максимальные усилия в решении вопроса газификации дома. С такой просьбой обратилась жительница Черкеска. Живет она с внуками, а сын участвует в спецоперации. Само жилое помещение расположено на окраине города. Чтобы это сделано было по себестоимости, если надо, мы купим трубу, какую надо, если надо, мы купим электроды, мы купим какие-то стойки, вот здесь в стройдворе нам дадут скидку. А вы дайте нам человека, который, ну, хосспособом как-то это приведет. Вот такая будет просьба. Но сейчас мы пойдем этим путем. Пока юридическим, чтобы было все четко. А если уже не сможем решить так, мы пойдем этим путем. Но проблему надо решать. У нас президент об этом говорит четко. Как к своей проблеме относитесь к тем людям, у кого сегодня близкие люди находятся в зоне специальной военной операции. Они за нас с вами воюют. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов принял решение наградить Адама Рамзановича Кадырова высшей государственной наградой республики. Орденом за заслуги перед Карачаева-Черкесской республикой. За личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства. Укрепление традиционных исламских ценностей. Убежден, что добрые взаимоотношения Карачаева-Черкесии с братским народом Чеченской республики послужат и в дальнейшем укреплению целостности нашей страны и гражданского единства на благо наших народов и России в целом, отметил Рашид Темрезов. В Карачаево-Черкесии увековечили память ветерана Великой Отечественной войны и заслуженного учителя республики Али Тамова. Мемориальную доску открыли в средней школе аула Малозеленчук, где он проработал более 40 лет. Подробности у Али Баташева. Этой школе Али Тамов посвятил более 40 лет своей жизни, из которых 16 занимал должность директора. Преподавал математику и физику, работал завучем, а впоследствии возглавил учреждение, ставшее одной из лучших школ республики. Мудрого наставника и талантливого руководителя с теплотой вспоминали его коллеги и ученики. Сегодня он для нас является образцом для подражания в педагогической сфере. Это и вопросы педагогики, как необходимо сегодня относиться к своей работе в первую очередь, к ученикам, к родителям, ко всем участникам образовательного процесса. Всегда говорили, что он учитель от Бога. Он был учителем математики. Это была его вообще детская мечта. И дети говорили, что вот он голову раскрывает и туда нам тему вкладывает, кладет тему. Настолько он объяснял все доступным языком, доступным языком для детей. Али Тамов родился в 1924 году. Преподавать в школе стал с 16 лет. В его жизни было много испытаний. Великая Отечественная война и трудные послевоенные годы. Но он никогда не изменял своему призванию учителя, вспоминали коллеги. Главным качеством Али Тамова была доброта, считает его сын Мухаммед. В любом человеке он сначала выделял хорошие, лучшие черты человеческие. Плохие он либо не замечал, либо о них не говорил. Поэтому все к нему тянулись. У него где он только не появится. В Москве познакомился с кем-то. В санатории где-то с кем-то подруг. Становились друзьями и десятилетиями переписывались. Али Тамов сформировал профессиональный коллектив, в котором каждый чувствовал себя членом большой педагогической семьи. Памятная доска на стене школы напоминание о том, каким должен быть настоящий учитель и руководитель. Али Баташев, Ольга Савенга, Али Бастанов. Вести Крачево-Черкесия. Хабецкий район. Сегодня Крачево-Черкесия присоединилась ко всероссийскому марафону донорства костного мозга и крови. Давай вступай. Об актуальности проблемы рассказал приехавший в нашу республику Артем Алискеров, который в рамках акции совершает марафонские забеги в каждом регионе участники. Подробности в сюжете корреспондента Артуром Хце. Более семи десятков регионов уже стали участниками акции, которая призвана напомнить о проблеме с донорством костного мозга. Сегодня к марафону «Давай вступай» присоединилась и Карачаево-Черкесия. Артем Алискеров – гость нашей республики и, можно сказать, лицо всероссийской акции и благотворительного фонда «Вторая жизнь». Ему тема очень близка. А в рамках проекта Артем уже совершил более 50 марафонских забегов. Это максимально моя история, потому что в 2019 году мне поставили диагноз острый лимфобластный ликоз. Я прошел 31 курс химиотерапии. И мое лечение длилось практически три года, но мне донор не потребовался. То есть врачи боролись за мой костный мозг успешно. Но со мной лежали в палате два человека – Андрей и Саид. Саид из Дагестана, которым нужны были доноры. И самое удивительное, что Андрею в России нашлось четыре человека. Это фантастические показатели. Все отказали. Ну а Саиду по всему миру не нашли. После этого при непосредственном участии благотворительного фонда и появилась идея, как лучше всего заявить о проблеме и увеличить число желающих стать донорами костного мозга. О количестве участников акции в Карачаево-Черкесии можно судить по заполненным коридорам региональной станции переливания крови. Судебные приставы, представители Росгвардии, полиции, образовательных организаций и волонтёры. Кого здесь только не было. Каждый пришедший прекрасно понимал, насколько важным для чьей-то судьбы является сделанный шаг. Быть может, именно теперь у кого-то появилась надежда на полноценную жизнь. Полторы тысячи человек нуждаются и животным в трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. И только 0,1% жителей России вошли в регистр доноров костного мозга. И поэтому сегодня, придя сюда и став донором, это означает дать шанс на жизнь этим людям. Для чего вообще это всё нужно? Очень растёт число онкологических заболеваний, гематологических заболеваний. И каждый год более 20 тысяч человек нуждаются в пересадке дона костного мозга. И многие, к сожалению, не доживают до этого момента. Для того, чтобы вы поняли цифры, сейчас у нас в регистре, в федеральном регистре, немногим более 200 тысяч людей. При этом в аналогичной базе Германии таких 9 миллионов человек, а в Соединённых Штатах 11 миллионов. То есть у наших медиков значительно меньше возможностей спасти тех, кому нужна срочная пересадка костного мозга. В федеральный регистр могут вступить все желающие. Достаточно сдать 2-3 миллилитра крови. Акции в поддержку донорства костного мозга проходят во всех регионах России. Среди участников известные в различных сферах деятельности люди. Мероприятия продлятся до 10 ноября. Артур Мухцев, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра от Синоптиков. В Гагрии Республики Абхазия состоялось заседание комитетов Министерств внутренних дел России. Абхазии по согласованию и координации взаимодействия на приграничных территориях. Российскую делегацию возглавил начальник главка МВД России по СКФО генерал Сергей Бачурин. Во встрече также принял участие временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Владимир Нефедов. В ходе заседания проанализированы тенденции криминогенной ситуации. Вопросы, касающиеся повышения эффективности взаимодействия по линии борьбы с фальшивым монетничеством, противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, розыска лиц, скрывшихся от органов следствия, дознания и суда, а также без вести пропавших. Участники выразили готовность усилить сотрудничество в рамках действующей международно-правовой базы и принятых межведомственных документов, обращая особое внимание на наращивание практической составляющей. Представители ведомств отметили, что борьба с транснационально организованной преступностью и международным терроризмом – одна из приоритетных задач, стоящих перед двумя министерствами. Более миллиона жителей новых российских регионов обратились в подразделения госавтоинспекции по вопросам предоставления государственных услуг. С декабря 2022 года в соответствии с положением постановления правительства Российской Федерации МВД России реализует мероприятия по предоставлению государственных услуг по замене регистрационных документов на транспортные средства, а также водительских удостоверений гражданам, проживающим на территориях новых субъектов Российской Федерации – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Керсонской областей. Особый порядок предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений жителям новых регионов, определенный постановлением правительства, будет действовать до 1 января 2026 года. В этот период замена водительских удостоверений на российские производится без сдачи экзаменов на право управления и прохождение медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, а при замене документов на автомобиль не требуется прохождение технического осмотра и таможенных процедур. Все действия осуществляются без уплаты государственной пошлины. Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Карачаво-Черкесии провели профилактическое мероприятие для учащихся гимназии номер 13 «Черкеска». О фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщать не только в период проведения акции, но и в любое другое время. В рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в доступной форме рассказали школьникам о пагубном влиянии наркотиков на организм человека и подчеркнули, что подростки достаточно быстро приобретают сильную зависимость, избавиться самостоятельно от которой невозможно. Беседа вызвала неподдельный интерес у ребят, учащиеся активно включались в обсуждение, как помочь тем, кому пришлось столкнуться с таким злом, как наркотики. Предлагали свои варианты. Представитель полиции также рассказала об ответственности за хранение, употребление и распространение наркотических веществ. Встреча прошла в форме диалога, что позволило ребятам задавать интересующие вопросы и получать исчерпывающие ответы. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Зеркало лжи». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин